И снова всем привет, комрады и комрадессы, с вами снова ААД, и это снова Адарсенал. Сегодня у нас в гостях L-86 LSV, погнали! L-86 LSW это пулемет, созданный на основе британской штурмовой винтовки Enfield SA-80. В игре он характеризуется самой высокой скоростью перезарядки и самой низкой отдачей среди пулеметов. Перейдем к характеристикам. Открывается на четвертом уровне вместе с меню создания класса. Урон 38, магазин 100 патронов плюс 50 с увеличенными магазинами. Стартовый боезапас 100 плюс 100 патронов, максимальный 320 плюс 100. Перезарядка 3,76 секунды визуальная и 3 секунды реальная. Это самая быстрая среди пулеметов. Скорострельность 800 выстрелов в минуту. Отдача средняя, но визуально кажется более сильной. Мобильность 80%, то есть с этим пулеметом вы замедляетесь на 20%. Пробивная способность сильная, режим огня автоматический. А теперь поговорим о перках. Каждый перк по-своему полезен для этого оружия, поэтому комплект вам придется подбирать под себя. Я расскажу одно о наиболее важных моментах. Начнем с синего слота. Разведчик. Разведчик позволит вам обнаруживать противников и отмечать их на карте, что крайне полезно для вашей команды и для вас лично. Ловкость рук, думаю, у нее в данном случае самый низкий приоритет, поскольку 3 секунды это все-таки довольно быстро. Невидимка позволит вам прятаться от летающей гадости, а это всегда хорошо. Экстремальная подготовка. Она позволит вам немножко снизить недостаток, названием меньшая мобильность, поскольку удлинит ваш спринт. Ну и падальщик. Падальщик вам пригодится, поскольку высокая скорострельность означает высокий расход патронов. Красный слот. Ну тут основной выбор попроще, поскольку стать между ковбоем и непробиваемым. Ковбой позволит вам быстрее прицеливаться, что в любом матче жизненно необходимо. А непробиваемый позволит вам пережить взрыв, что компенсирует невозможность быстро от него уклониться. Остальные 3 перка довольно специфичны и тут уже на ваш вкус. Третий слот, что брать. Сталкер поможет вам быстрее двигаться при прицеливании, а также задержит всякие мины и прочее, от чего не спасает непробиваемый. Твертая рука позволит вам более точно стрелять на ближней дистанции без прицела. Если вы не любите врубать прицел, он вам пригодится. Мертвая тишина сделает вас немного тише и это будет вам в помощь. Остальные перки вам подбирать придется под себя, если хотите. Умение оружия нужно брать либо два модуля, либо отдачу. Прицел ставьте либо коллиматор, либо голограф. Прицел ACOG сделает отдачу более заметной, как и скорострельность. Также можно поставить тепловизор, поскольку он снижает отдачу, при этом обладает неплохой кратностью. Если вы взяли умение модули, то берите рукоятку, поскольку она снижает отдачу чуть-чуть сильнее, чем соответствующее умение. Но различия незначительные. Что касается тактики, то вы можете как двигаться по карте, так и сидеть на одном месте. При встрече с врагом старайтесь лечь. Во-первых, ему придется переводить прицел ниже, а во-вторых, лежа отдача снижается практически до нуля. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие мои видео. И не выключайте это, поскольку дальше будет небольшой сюрприз от параграфа. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok